Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня у нас по плану стоит Хисторик. Сегодня вторник, пока еще вторник, поэтому будем сегодня играть в Хисторик. Но Хисторик мы будем играть гоблинами. Красно-зелеными гоблинами, потому что дополнительный выпуск карточек подарил нам Гоблинскую Матрёну. Или Матрону? Как правильно? Не знаю. Матрону, да? Итак, Гоблинская Матрона. Это Кринчеза Тримана 1.1. Гоблин. Когда она выходит на поле битвы, мы можем найти в нашей библиотеке любую карту гоблина, показать эту карту, положить себе в руку, а затем перетасовать в библиотеку. Собственно, вокруг этой карточки мы сегодня и будем играть. Точнее, она нам будет очень хорошим подспорьем, потому что любую опцию, которая у нас есть в колоде, мы играем гоблинами, мы можем себе найти. Итак, 4 скирских старателя, которые от нас ушли, за 1 ману 1.1, за сакрафайс гоблина мы добавляем красненькую манку. Очень хорошо, потому что помогает нам поставить каких-нибудь наших больших здоровых гоблинов за быстро. 4 фанатика поджигателя, это агрессия, это дамаг, в общем, то, что нужно. 4 гоблинских зачинщика, они здесь играют, потому что, ну, мы хотим играть много гоблинов, мы хотим и жертвовать, и ставить больших крич, поэтому, собственно, вот. Гоблин из-за урта также является отличным дамагером на ранних порах, очень сложно, ну, как бы, с ним бороться, потому что он все-таки быстрый, он либо с хейстом, либо 3-3 за 2 маны, это действительно хорошая, весомая карта. А, 3 копии боевого вождя гоблинов за 2 маны, 2-2, все наши гоблины имеют хейст. Вообще все. И разыгрываемые нами законы гоблинов стоят на 1 манку меньше, что не может не радовать, потому что большие туши мы можем ставить раньше. 3 копии боеводы легиона, ну, я думаю, тут не стоит объяснять, 2 копии кренка, тоже не стоит объяснять, 3 копии грумгулли за 3 маны 3-3, и каждый не являющийся существо-человеком под нашим контролем выходит с дополнительным каунтером плюс 1-1 на нем, то бишь все наши гоблины выходят на 1 каунтер жирнее. 3 копии гоблина заводил за 4 маны 2-2 с хейстом. Когда выходит на поле битвы, мы можем показать 4 верхние карточки библиотеки и положить все, показанные таким образом, гоблинов себе в руку. 2 копии опытных застрельщиков за 4 маны 4-2. Когда выходит на поле битвы, наносит целевому существу под контролем оппонента, повреждение равное количеству гоблинов под нашим контролем. Кто может кстати встать в блок и разменяться еще на одну кричу, это неплохой размен. И 2 копии командиров осадчиков за 5 маны 2-2, выходит сразу с 3-мя друзьями и за 2 маны, и сакрафайз гоблина наносит 2 повреждения любой цели. Такая трибальная дека, ну как трибальная дека, может быть без неизведанных земель, которые при выходе выбираем тип существа, и не могут давать ману любого цвета на разыгрывание этого существа, собственно. Плюс 2 сказочных прохода, чтобы найти на всякий пожарный один лес, и 3 замка Эмберета. Вот такая дечка, что касаемо сайда, у нас тут 2 шока, чтобы убивать ранние дропы, которые нас парят, 2 клетки, мы с Греевом никак не работаем, но некоторые оппоненты работают, поэтому клетки здесь необходимы. 2 копии поджарки, такая вот интересная карта, которая наносит 5 повреждений, целому белому или синему существу или плэнсволкеру не может быть, отконтрено. 2 копии крушения колосс, во-первых, наносит 6 повреждений существу с полетом, это очень классно для нас, ну и может прокачать нашего гоблина, да, в случае, если нам надо принести дамаг и не умереть. 3 копии пепельных лиан для игры против контролей, 2 копии лихорадки экспериментов, было бы 3, но у меня их всего 2, тоже против контролей и лучи возгорания. За 4 маны мы можем начать игру с ними, если они есть на стартовой руке, сразу положить их на поле боя, каждый раз, когда мы, или как минимум один перманент под нашим контролем, становится целью заклинания способности оппонента, лучи возгорания наносят ему 2 повреждения. Вот такая сегодня у нас на обзоре дека, давайте же незамедлительно приступать к тестингу, мне самому интересно, потому что я еще даже толком поиграть не успел, но мне интересно. Да, кстати, ребятки, вы можете спросить, что за расписание такое, Дима, о котором ты сказал в начале видео. Это расписание есть в группе ВКонтакте, вы можете запросто перейти по ссылке в описании и с ним ознакомиться. А по НХ1, рука, конечно, не самая шустрая, 4 земли немножечко напрягают, потому что мы играем в 23, и мы все-таки агро, ну давайте попробуем киднуть, посмотрим, может быть что-нибудь получится из этого. Ой. Ну ладно, давайте фанатик. Я даже в атаку ходить не буду им, потому что оппонент явно хочет с ним что-то сделать, наверное, давайте просто ход передадим. Нет, оппонент ничего не стал делать, я просто думал, может быть там грибковая инфекция есть. Это было бы для нас не самое лучшее, что может быть. Давайте ничего не стал делать, поэтому я предполагаю, что все-таки там есть грибковая инфекция. Давайте поставим такая вещь. Затапанным. И... Давайте в атаку на самом деле. Ничего страшного, не может случиться. Даже если там грибковая инфекция. И ход. Видимо там была не грибковая инфекция. Ну ладно. Сейчас вообще мало кто такой карточкой играет, но если она что-то получается, когда ты играешь гоблинами, то это, конечно, фиговасто. Ой, всадница. Ну ладно. Всадница так всадница. Давайте. Поставим кренку. И... Ход. Кренка на самом деле может нам сейчас делать или очень много, или вообще нихрена. Так. Ну что, будет что-то делать? Нет-нет. Пошел в атаку. Ну давайте. О-о-о. Ммм. Давайте у нас ставим блок. Или нет? Или нет? Давайте ставим блок, да. И пожертвуем в оппонента. Попробуем так. Терзание в стыке. Окей. Итак. У нас тут появился заводила. Давайте, наверное, сказочный проход пожертвуем. Уменьшим количество земель в нашей колоде. Давайте найдем себе гору. Давайте заводила. Найдем себе четырех гоблинов. Просто четыре гоблина в руку сразу. Атака. А, ну ты даже как тут сбросить? Ёперный театр. Ну давайте, наверное... Блин, я даже не знаю, что сбросить. Тут так все вкусно. Давайте таковище сбросим. Так. Наверное, это стирание мыслей. Да, без проблем в руку. Пожалуйста. Сейчас наша самая крутая карточка это вождь. На руке. Потому что он просто нам поможет очень быстро всех разыграть. Ну я, понятно, это сразу чухнул. Ну ладно. Еще стирание мыслей. Теперь уйдет Грумгурули. Я так чувствую. Наверное, уйдет Грумгурули, мне так кажется. Или застрельщик. Как бы все остальное, но оно вот такое какое-то, не такое, да? На то, что мы подробовали все четыре карты. Блин, это просто жесткач. Грумгурули ушел. Ну все правильно, да. Все, ничего он не стал мирить себе, говорить нормально. Все четко, чувак. На. Атака на два. И ход. Так. Что, минус два, минус два всем? Это будет грустно. Ну нет блока. Погейте. Угу. Топить в озере, да, без проблем. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Давайте, Грумгурули. Ой, что же сейчас лучше поставить-то? Давайте, наверное, гоблина. Хостой. Ты столько не... Не на ген, сколько я тебе внесу. И ход. Да. Превосходно. Давайте следующий. Точнее, посадимся. И перейдем к следующей игре. Так. Что нам здесь может пригодиться? Извините, ребятки. У меня все еще щеночки. Так. Ну, я думаю, что лучи нам могут пригодиться. А лихорадки нам могут пригодиться. И вообще, скорее всего, поджарки. Потому что, понятно, скорее всего, играет болосами. И поджарка его убивает. Так, что мы убираем? Наверное, убираем скиртких старателей, потому что, ну... Рано ставить крич, которые умирают под рейсмасс ремувалом, мне неохота. Вот так вот скажем. Что еще я не хочу? Что за стрельщики мне здесь не нравятся? Все остальное, в принципе, меня более чем устраивает. Еще бы, конечно, пепельные лианы было бы неплохо посадить. Да? Да, это было бы очень неплохо. Только вместо чего? Вопрос. Знаете, пока что попробуем вот так вот. Пока что попробуем вот так вот. Если кажется, что у оппонента есть поиски Асканты в деке, то, конечно, пепельные лианы посадим однозначно. Кстати, ребята, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, что вы думаете об этом формате вообще историк. Нравится вам, не нравится? Играете вы в него, не играете? И почему вы до сих пор не играете с нами в игре с подписчиками? Это же так прикольно. Вот собираемся, играем, фанимся, тестим деки. Ох, хо-хо-хо-хо. Давайте попробуем. Нам бы одну горку. В эту раздачу. Кстати, обитой скал у меня всего две, а их две в деке, две пришли. Без горы, да? Охо-хо. Ладно, давайте гора. Точнее, скала, обитая корнями. И ход. Так, водопад. Ничего не последовало, ну давайте. Выберем гоблин. И давайте зачинщик. Хочу гору. Хочу базовую гору. На руку. Если будет базовая гора, то рука станет наша намного лучше и играбельнее. Так. И, ну, дискарда. Теперь, смотрите, на самом деле у меня тут сразу три хороших карты. Это заводило, это... Заводило ушло. Да, он в прошлой игре выиграл парт. Так, ну давайте гоблин. И гоблин с хостой. Конечно, наверное, грамотнее бы было поставить его с жетоном. Ну, если там есть ремоал, который всех с монокостом меньше трех убивает, то и смысла нет. А так мы хотя бы два дамага лишних принесем. Я сейчас чувствую, что этот ремоал сейчас там прилетит. Наверное. Да? Да, да, нет, нет. Да, да, нет, нет. А, нет, всего лишь минус три минус три. Ну окей. А, плюс три минус три. Ну, без разницы, на самом деле. Это такой несущественный ремоал. Ну что, давайте, наверное... Атака. Да? Наверное, атака. На два. Получилось. Давайте кремку. Ох, если у нас сейчас получит, придет земля, мы сыграем боевого вождя и кремку на следующий ход. Это будет просто мегапушка. Так. И стирание мысли. А, к сожалению, мы не сыграем кремку на следующий ход. Но зато по-любому сыграем боевого вождя. К сожалению, да, поэтому раздескарту всю руку, это грустно. Ну давайте, вождя пытаемся поставить. Срезовывался. Давайте, зачинщика пытаемся поставить. Окей, срезовывался, триггер стэк. Атака в семье. Получилось. Ход. Если сейчас боу встанет, то поджарку. А, вот и ритуал, Саша. Окей. Я его ждал. А, где ты была раньше? Ну, ходи. Тут, наверное, мы слили. Допонент восстановился нашу агрессию. Кеф нет. Окей. Фак. Мой ход. Да, это все. Это все. Тут, встанет, конечно, остановился нашу агрессию. Надо было более расторопно играть. Ну ладно, ничего страшного. А, вопрос. Стоит ли ставить лианы? Нам-то особо ничего не пришло, да? Есть сайтборд, да? Только поджарка. Ну, поджарку, блин, наверное, уберу все-таки за место лианы. Попробуем так. Попробуем так. Может быть, у нас получится? Убить сейчас оппонента. Ну да, масс ремуал, конечно, подкачал. Интересный теперь вопрос. Есть ли у оппонента масс ремуал, который дает минус 2, минус 2? Потому что для гоблинов это просто смерть и подобно. Вот такие дейки, в которых очень много ремуалов, для гоблинов это просто один из самых худших матчапов. Лучше играть с миндрейнджем, правда? А еще лучше другой агрой. А-а-а. Ай, блин, да. Да. Таковище. Ходи. Теперь он не сможет таргетить, но только за 4 дамага. И дискардить нас сможет тоже только за 4 дамага. Давайте гоблин. С хостой. Атака. Ход. Угу. 4 дамага. Хе-хе. Вождь сейчас уйдет, конечно. Нет, не вождь. Эм, ладно. Гоблин. Идеальнейший дров, да, который может помогать. Так, а на 4. Ходи. Жалко, что он что-нибудь не делает, он не качает, еще что-нибудь. Тучи. Получи 4. 4 получи, пожалуйста. Здесь, наверное, я просто буду пороть. Ничего делать не буду. А, не буду. Давайте вот так вот. На 3. Блин, это слишком смешно. Да. Пытается подробить либо землю, либо масс ремовал. Чтобы сыграть землю. Наверное, это... Нет, это Балясин. Окей. Оооо. Итак. Так, так, так. Что же делать, что же делать? Идти в атаку или не идти? Давайте пока ход. Так. И выбор. Ладно. Копим. Ищем, ищем масс ремовал. Ищем масс ремовал. Йес. Аааа, жесть. Класс, класс, класс. Ладненько, переходим к следующей. На самом деле, если честно скажу, что я хотел сегодня собрать из Хисторики моноблэк. Но в последнее время у нас столько было моноблэка на канале, что я подумал, что это уже моноблэк передоз. Поэтому вот решил для вас записать гоблина. Так, первыми ходим. Ааа, снова нету первого дропа. Ну, ладно, ничего страшного. На самом деле, мы переживем это. Давайте. Такая. И ход. Снова контрольно попался. Ну, давайте. Так. Давайте с хостой. Нам же нужно бороться. И два дамага. Ходи. Ой. Да это, видимо, милинг. Надо будет милить, ребята. Сейчас будет милить. Жестко милить. Окей. Так. Ну, гоблин, гоблин, гоблин. И давайте в бождь. Я надеюсь, что у нас сейчас не замилит, конечно, бусмерть. С помощью ученики. Ну, уходи. Не знаю, подзачем он ее оставил, но, видимо, так задумано. Стирание мысли. О, сейчас грунгрули или... Кренка уйдет. Ну, в любом случае, что-то уйдет. Кренка ушла. Ладно. Дальше. Атака? Нет? Ладно. Давайте. Скала. Давайте грунгрули. Давайте матрена. С хостой найдем себе... Да, конечно, найдем себе картопчику гоблина. Даже, если честно, не знаю, что искать. Ну, наверное, это будет... Хм... Хм... Давайте заводилу. Давайте всеми атакой. Под грунгрули. Ну, да, да. Естественно. Выбор. Нормальный. Ну, и ход. Что, не подровал землю? Подровал. И еще одна ученица. Подров... Помиливай сейчас две карты. Да, конечно. Оно, грунгрули ушло. Ну, ладно. Еще есть варианты, как выиграть? Оппонент. Видимо, да. Который он сейчас убьет. Топить в озере. Окей. Окей, окей, окей. Ну, давайте. Такой в любом случае. Даже без Матроны он. Ой. Какая прелесть. Такая вещь. Давайте такой. Все пороть. Спасибо за игру. Давай следующую. Угу. Да, действительно хорошая. Неплохая. Переходим к сайдборду. Это очень медленный милинг. Непонятно вообще, что это. Это милинг-контроль. Ух. Так. Мы лучи положим. Однозначно. Лианы тоже. Клетка. Блин, даже не знаю насчет клетки. Лихорадка. Пока что так просто. Садимся. А старатели, я думаю, нам тут тоже не пригодится. Потому что оппонент 100% будет сейчас играть масс-ремовалом. Это просто однозначно. Ну и давайте застрельщика снова уберем. Ну просто в таких матчапах он плохой. Он, конечно, может нам сыграть. Как бы на руку. Но вот в таких матчапах конкретно он плохой. Ну и так. Оппонент решает, кто же будет ходить первым. Кто же, кто же, кто же это будет. Непонятно пока что. Ну что, ребятки. Давайте пока что, знаете, по чем поговорим. Поговорим с вами про Новый год. Уже совсем скоро Новый год. И я специально к этому готовлю специальный спецвыпуск. Да, рука очень хорошая. Я экипную. Поэтому я буду очень рад, если вы поддержите такую новость, которую я сказала в этом видосе, лайками и подпиской на канал. Давайте экип. Попробуем кипнуть. На самом деле рука Тони Айс. Честно. Ну я надеюсь, что вот это нам поможет. И ход. Рука Тони Айс, у нас нет гоблинов. Мы еще подробовали землю дополнительную. Ну это вообще просто... Просто бичовская земля. Которую мы могли подробовать. Мне вообще интересно, что это за дека. Это миленький или это самый миленький? Это феникс или что вообще происходит в жизни оппонента? Эти лянки пепельные. Атака. Что, он там же похиточку сносит, да? Да, похиточку. Ну и этого хватит, я думаю, все равно. А что он делает? Сказал, выберите карту, каждый пенк, краю две верхние карты. О-о-о-о. Так. Гоблин. Ну давайте. Так. Давайте атака. Я не знаю, хочу я это убивать, не хочу. Наверное, хочу. Да, хочу. Не, пока не хочу. Ходи. Если мы сейчас две карточки положим, ничего страшного. На кладбище. Матрона, конечно, ушла, это плохо. Ну, что делать? Смертоносная всадница с цепью жизни. Окей. Это не очень приятно. Для нас. Для меня лично. Ну ладно, пас. Пока. Пока что пас. Замок. Давайте замок. И давайте. Фанатик. И пока что, наверное, ход. Надо было, наверное, не замок. Сказочный проход поставить. Что-то мы земель прямо очень много дров. Мы еще был одну под рову уже. Спасибо оппоненту. Пас. Мой ход, да? Ладно. Ох, 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 ох. Отмена. Пока что. Давайте еще один поставим. Гляньте. Можно? Пожалуйста. Топить в озере. По контре типа, да? Ну ладно. Полуза хит. Поэтому я не стал жертвовать Ну, давайте, проход Проход и ход Потому что там пока еще не сильно Мало карты Вот теперь мы убьем Потому что, по-моему, подробовать карту Мы смелим еще две карты Пусть нам три дамага-то нарисуем Да, теперь можно Кипитый лилян нам помогает Ага, нормально, говорит, карта Картонка-то, говорит, норм Земля, видимо, тоже норм Че, будешь хоть вот такую, нет? Не будет Падать в жертву Можно? Спасибо И? Что дальше? Мой хуй Ох, ёперный театр Нифига мы дровами земель Просто жесть Просто какая-то адская жесть Ну, и ходи Все, я чувствую, что я уже скоро могу самок поставить И начать просто По два раза активировать Метчи четыре карты Да, конечно Ну, это хреново Очень хреново Для нас Ну, и? Хм Не, я его убью Чтобы он не погенил Четыре хита Да, ученица Он, наверное, даже не понял Зачем я это сделал Ну, ладно Конечно, жесть Просто жесть Столько земель Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь, восемь земель Еще с коконом Смилили их Просто тучу Ладно Ходи А, я встану в блок И выстрелю оппонента Ну, это, на самом деле, конченая партия Пас Мой ход Ну, да Еще одна земля Жесть Жесть, жесть, жесть Ладненько Это просто жесткач Надеюсь, сейчас больше у нас такого не будет Потому что, ну Просто в девять земель Девять земель Ничего не подробовали особо Так Застрельщик, может быть, кстати, неплохой здесь Ну, как знать, хотя Надо подумать Надо подумать Что бы я хотел На самом деле, мне нравится Это Раздача Это То, как мы засадились Так Единственное Да, давайте так и кипнем Очень страшно Нормально У нас сейчас еще будет так слудить Но это будет просто Не знаю А, нас больше не будет слудить Нас теперь будет кручить, да Нет Все нормально Все четко Окей Окей Придется замок убирать Со стартовой руки Наверное Или Зачинщиков Наверное, лучше зачинщиков Кстати Воин тоже думает Мулиганиться Мы не смулиганиться Ну, давайте Сейчас посмотрим, что будет Сейчас посмотрим, что будет Давайте Кипнем 6 Уберем Зачинщиков Все-таки Давайте Гора Ход Да Гора Ход Синяя И ученица Да без проблем Две Замедлительно И ход Так Проложить курс, да Сбросить карту Окей Ушла карточка Что, будет что-нибудь Какая-нибудь реакция? Ладно Давайте тогда Земли За гоблином Грум-грули Атака на 2 Хотя, может быть И не стоило Грум-грули сейчас Наверное, нам надо было Кренка поставить А когда он пошел в атаку Тогда уже Ставить грум-грули Перед этим Наверное, так надо было сделать Так, окей Два дамага Видимо, оппонент сейчас Будет нам что-то убивать Или контрить пытаться Наверное, это будет Грум-грули Утопить в озере Он хочет сыграть Скорее всего Я так думаю Тогда нет, нет Окей Давайте тогда замок Давайте атака Всегда Нет, давайте атака Грум-грули Да Да Давайте попробуем Блин, чтобы лучше Давайте кренка туда поставим Это лучше, наверное, чем кренка Чем кренка Сейчас будет Утопить в озере однозначно Нет Окей Ну, сейчас будет значит Утопить в озере Нет Господи Зачем он растапал Эту землю поставил А, понятно Вот зачем Ладно Не суть На самом деле Давайте гобли Гоблин заводила Два гоблина в руку Превосходно Атака на два Ходи Ничего не происходит Абсолютно Давайте ляны Попробуем Есть контакт Такая вещь Тогда Боевода Порыв Давай я на топ-деку Убязательно Это на самом деле Такая называется Просирание карт Против такой деки Эта карта не работает Наверное Хотя хз Что там работает Что там не работает Так Ну давайте Наверное Поставим все-таки Воеводу Блин Или не воеводу Хм Хотя так Надо вам Можно 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 Пожалуйста 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 Давай Разменяемся Ничего не произошло Окей Вот так В это да Лучи И фанатик Чтоб ты не 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 Разменяем Можешь Но Будешь За это Вплатить Хитами Каждая понятно а окей блин ну ладно обезем без мили чёрт 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 это бить в озере ну поузы два кита да пас по итак поешь вообще неплохо было бы сходить мечт очень маленький потенциал боевой ладно эти воеводы давайте еще фанатик даже готов разменять двух фанатиков на садину честно атака далее а то тогда решаешь я тогда ничего не буду делать просто ход передам пас в истории подручить три карты да без проблем конечно пас да мой ход интересная карточками прилетела что же вместе делать что же делать ну давайте вот так пойдем так пойдем так твой атакующих у нас куда каунтеров да так или не так может сохранить фанатика давайте так ну да погибнет ай и ход очень надеюсь что там не было масс ремовала его же еще не было да да а был один был один ритуал да да всадница ах уж это всадница бесит если честно ну давайте атака нашим гоблинам гоблотой атака хочешь отменяться один к одному на токена Говорит хочу Говорит хочу, ну давайте вкачаем Окей Ну уходи Да, конечно Без проблем Уже не критично Мой ход О Давайте Пробуем поставить Грумгрули Пробуем поставить Там конечно контирспел О Ммм Вопрос Или я хочу Одно Ход отступить Знаете что Давайте я на ход отступлю просто Да И ход Не будем сейчас Матроны никого искать Выбор А, ну тогда ладно Смилили нам Грумгрули Жалко, жалко, жалко Жалко, жалко, жалко Ой, за стрелечка смилили Ну ладно Жалко, жалко, жалко Угу Угу, еще две карточки Пожалуйста Даже интересно Что там за две карточки Да Пас Ну что, я не стал делать Хорошо Мой ход Итак Давайте тогда попробуем Матрон Попасть в историю Мда Это круто Восемь карт Семь-босс Угу Да, Матрона Сродолжилась Теперь ищем карту Гоблина Надеюсь я еще не всех их смилил Кренко Где у нас Кренко Вот он Кренко Давайте Кренко Давайте Кренко Кренко значит поможет немножечко И Ход Да, еще две карточки А, два с карты Слава Деки Да, ученицы Еще две карточки Восьмая с карты Слава Деки Да, Савянца Ползает четыре хита Теперь Давай сюда Давай сюда Хорошая партия Действительно Спасибо Спасибо Спасибо, дружище Спасибо Надо же как получается Вчера пытался играть Типа 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 Мидрэндж контролем И попал на две агры Сегодня играл чистой агры И попал на два контроля Ну Такое бывает Что ж, ребятки Сегодня получилось такое Не самое длинное Но я думаю Очень Подведочное видео Надеюсь, что вам понравилась Эта колода Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Ставьте комментарии Ну а с вами Как всегда Был Дима Канал МТГ Сибирь Всего вам доброго И хороших топдеков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому